Дело духовное зреет и спеет, и это дело всей жизни, нет конца и предела ему. Ведь и стремление наше, и любовь к бесконечному и всесовершенному вечному Богу. И действительно, выбранный нами путь, надеюсь, выбранный нами путь сознательного постижения Господа – это дорога в бесконечность. Он имеет только начало, а конца этому нет. Вот это важно помнить, и не ставить себе целью достичь какой-то результата и считать, что это всё, вот, победа. Родились в духе там, обрели новое психовибрационное тело, у вас уже всё в порядке. То есть об этом даже не думать. Никакой цели в духовной реализации быть не должно. Должно быть и внешнее стремление вернуться домой, и куда Господь поведёт. Всё. Цели не должно быть. Наш цели – полагание – это эго. Оно ставит цели, обязательно надо достичь этой цели. То есть эго всегда найдёт себе применение в духовной работе, в частности. Понятно? Не должно быть цели. Не должно быть каких-то подцелей, в промежуточных результатах. Вот пошли и идите. Открылись божественные силы. И не мешайте ей работать, не сомневайтесь. Всё будет в порядке, не торопитесь событий. Придёте не к финишу, а в бесконечность. Вам всё, финиш хочется увидеть. Нету финиша. Финиш в обыденной жизни, в гробу. А в духовной работе нет финиша. Ясно? Нету и не должно быть. Это только начало. Странствование. И обольщаться видимыми промежуточными результатами, равно как и отчаиваться при неудачах, значит обрежь себя на застой в духовной работе. Вот что-то вы достигли, вот как вам кажется, вы уже обольщены этим, замечательно. Или неудача у вас тоже, а вы ой, какой ужас, всё не так было, вот так, а стало плохо. Сижу где-то полгода непонятно где, всё темно, всё сумрачно. То есть всё, есть два варианта. Обольститься достижениями лёгкими, ну что-то почувствовали там из необычного, да. И напротив, в общем-то, при нисхождении куда-то в регионы подсознательные, вам темно и мрачно. Ой, я что-то не так делаю. И тот, и другой вариант, он заставляет вас топтаться на месте. Вот и всё. Этого быть не должно. Не торопить событию, не ждать результатов, не мешать работать божественной силе. Вот в этом высшее искусство. Не мешайте работ, наблюдайте с вами происходящее, больше ничего. Сохраняйте ровность. И больше ничего не нужно. И живите обыденной жизнью. Питайтесь, обедайте, водите детей там в школу, в детский сад, на работу ходите. То в состоянии абсолютной ровности. А сила работает. И исподволь выполняют главную работу. Наиважнейшую работу. Я на собственном примере говорю. Я в течение 23 лет, с момента духовного рождения и становления на путь, работал на государственной службе. И духовная реализация это нисколько не мешала. Напротив, выработка смирения, новые сознания приходят, новые подходы к реализации того, что раньше там занимало месяц в работе. Я за два дня мог это делать. В силу интегрального видения. То есть меняется сознание. Много интересного открываешь в самом себе. Вот и всё. И не мешать работать божественной силе, вмешательству ума, это высшее искусство. Мы всё время пытаемся Господа подправить, да, сомнения, сами себя вогнать, яга-то умеет делать. Но не мешайте работать этой силе, не мешайте ни сомнениями, ни какими-то ускорениями, не ждите результатов. Результаты, тем быстрее придут видимые результаты, чем вы меньше будете их ждать или вмешиваться умом в работу этой силы. Не оценивайте ничего. Всё, что с вами происходит, абсолютно целесообразно. Настало уже такое время, которое отметает все надежды на человеческое и указывает миру единую опору, единую надежду на Бога. Так вот, если говорить о нынешнем времени, это нынешнее время, воистину, время торжества человеческого неведения, торжества человеческой глупости, фрагментарности человеческого мышления, ведь ни одной язык наш, обычный, человеческий, ментальный язык, он абсолютно мертвым становится, он неживой. Это язык, который для тебя существует, твой эгоистический язык, он абсолютно непонятен другим, может быть. То есть, совершенно иллюзионное восприятие реальности через последствия каких-то ментальных штампов. Вот мы в себе зарубили на словах, что это должно быть так, а то должно быть эдак, и вот с этой самой картиной мира, вдолбленной в нас, в наше эгоистическое сознание, мы глядим вокруг. Совершенно мертвые, безжизненную схему вокруг нас. нет живой жизни. Вы поняли почему? Потому что на свой уже ангажированный эгоистический взгляд на всё на свете, где живая жизнь, её нет. И ходят эти живые мертвецы, а сегодня ещё и в компьютеры погружают, в оба всякие эти игрища, всё, это мертвые люди. Мы и так зациклены на штампах эгоистических, воспринимая окружающий мир. А ещё нас в виртуальные миры погружают сегодня. Вот время сегодня тяжеленное для того, чтобы разобраться, что происходит и как из этого выйти победителем. Я говорю, для тех, кто всё-таки имеет духовный талант и выбирает для себя путь сознательной эволюции. Понятно? Не для всех. Все так же абсолютно пропустят мои глупые слова, как им кажется, мимо ушей. Потому что у них свои представления о самом главном. У каждого. Понятно? Ну и пусть пропускает это не наше дело. Действительно, нынешнее время это время торжества человеческого неведения, человеческой глупости, которая тиражируется и распространяется по миру с помощью современных совершенных технических средств массовой информации. Кругом идёт тиражирование этих глупостей. Какая ещё нужна почва для Антихриста? Какая? Вот эти глупости кругом, так сказать, разлитые океан, море глупостей. Вот Антихристу джирует. Ему замечательный, ему хорошо. Это порождение Господа для создания напряженности он нужен. А то вам Антихриста убрать, почему к Господу сразу, так сказать, совершенный духовный продукт не сделать. Ну вот у него другая задумка, он поиграть с нами хочет, поиграть. Ясно? Божественная игра на игра. Выходите сразу к финишу, к результату. Стать божественно совершенным. То есть вернуться опять в небытие. Избавиться от индивидуальности, вернуться в нирвану, там в какой-то, который Будда говорил, там нет ничего, ни живой жизни, вообще ничего, ты свободен. Там и тебя нет. Вот в чём дело. А мы боимся всё-таки себя потерять, наверное. Даже не физическое тело, а потерять ощущение собственного я. Во сне-то мы теряем физическое тело, но не теряемся всё-таки я какой-то существует наше в соведении. Да? Вы подняли. С телом мы не связаны. Если мир в целом не в состоянии узреть, откуда может прийти надежда, откуда может прийти помощь, то духовно одарённый человек должен это чувствовать. И не только чувствовать, но и делать всё возможное, чтобы реализовать себя на духовном поприще. Вот оттуда только может прийти помощь. И если да, если число таких людей будет расти, то возможно что-то изменится в окружающих ми, в окружающем мире. Но начинать надо именно с себя. Не переустройством, не переделка окружающего мира и окружающих людей, а начинать с себя. С погружением в глубины собственного сердца, в открытие там своей истинной сущности, в обретении хозяина в нашем интегральном человеческом существе. Появится хозяин, жизнь изменится. А так, витальные хочет одно, ментальное, логически, поэтому противоречит. Физическое тело кричит, хочу того, а другого мне не надо. А душа бедная молчит, вся зажатая, ее никто не слушает. И вот этот тройственный, на разрыв вы идете, три эгоистические сущности пытаются, таскать, дестабилизировать внутреннюю обстановку, враждебные силы тут помогают, они через ум входят. Вот вы в полном раздрае, хозяина нет, который стукнул кулаком, сказать, я хозяин, все, вы на месте, каждый молчает. Ясно? Хозяин же должен появиться. А без хозяина, вот-вот, весь метод живет, как это, без этих, без руля, без витрил, да, все, вот, смотри, что происходит. Духовникам и чадам Божьим остается только понять, что силы их не в подвигах, не в учености, но в немощи, которую надо принять как свою спасительницу, примириться с ней, полюбить её и сознательно принести свою немощь к стопам Божьим, что в ней начала действовать божественная благодать и сила Божия, и возобразился бы в нас Христос. Вот о чём он здесь говорит? Он говорит здесь совершенно замечательно о том, что люди, страшно уповающие на силу науки, на экономические и социальные преобразования, как показывает история земного человечества, суть невежды. Их учёность не что иное, как игра на поле Антихриста. То есть попытка переустроить внешний мир. А внешний мир – это царство Антихриста, царство враждебных сил. Он всегда был таким, он другим не был. Внешний мир. Это поле действия разного рода враждебных сил. Дестабилизация полная. Если вы не на территории Божественной Души, значит, вы на поле противника. И там вы всегда проиграете. И он там победитель. И ваш проигрыш заканчивается бесславной кончиной. Может, хороший памятник поставить, дорогой, но толку-то от этого. Понятно? И всё. Поэтому от этого мира надо дистанцироваться в том плане, что не соучаствовать в нём на поле врага, а выполнять свой эволюционный долг и духовный долг, честный, абсолютно, так сказать, в созвучии с коментоном, настроенным на божественную волну, и больше ничего не нужно. Не устраняться от этого мира, но не принимать участие в его деструктивном начале. Вот и всё. Не быть разрушителем. И духовно одарённый человек, он должен непременно осознать и осознать исчерпаемость человеческих усилий спасти этот мир. Его невозможно спасти, ибо это поле Антихриста. И если вы пытаетесь его спасать, вы играете на поле Антихриста, вам такую добренькую идейку подкинуть и с мечом пойдёте на так называемого врага, который нисколько не лучше, не хуже вас. Вот эта извечная возня или борьба добра с так называемым злом, это на поле Антихриста, это на поле неведения происходит. Ясно? борются, борются. Вместо того, чтобы обратиться внутрь и найти там спасение на самом деле водителя по жизни, истинного водителя, вы начинаете бороться на человеческом уровне, на эгоистическом уровне, на поле Антихриста. Живите там, ради бог, борейтесь. Вся история земного человечества показывает бесплодность этих попыток борьбы. Истинного водителя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...